Добрый день, уважаемые зрители вебинара. Рады вас приветствовать. Вы, наверное, в ваших школах, мы в этой аудитории. Мы не сегодня сдержались, но добыли некоторые технические особенности. Сегодня у нас довольно интересная тема, которая, если пока еще не вас, наверное, у ваших родителей точно эта тема очень интересует. Эта тема, как основа технологии заготовки кормов и их использования к кормлению животных. Корма очень важна. Я об этой важной теме расскажу кандидателем наук, доцентка технологии и менеджмента, Самой Голд Константин Николаевич. И мы передаем слово. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые выпускники. Вы сейчас находитесь на таком отрезке жизненного пути, когда предстоит выбор профессии, который даст вам в дальнейшем моральное удовлетворение, материальный доход и позволит в будущем, прожив жизнь, удовлетворением сказать, что вы свою жизнь и ваши дела сделали не зря. Одной из таких родных профессий является профессия зоинженера. Вы уже посмотрели часть лекции, которая касается сферы деятельности зоинженера. Его задача состоит в том, чтобы обеспечить своих соотечественников такими ценными продуктами питания, как молоко, мясо, яйцо, мед, а также обеспечить легкую промышленность таким сырьем, как шерсть, пух, кожа и так далее. Поэтому современный зоинженер должен обладать довольно-таки широким спектром знаний. Перед вами показаны те области знаний, которые зоинженер должен знать для того, чтобы получать высококачественную продукцию. И одним из важнейших областей этих знаний является кормопроизводство и кормление животных. Вы, наверное, от своих родителей, дедушек и бабушек не раз слышали поговорку о том, что у корови молоко на языке. И это на самом деле так. В настоящем времени современная наука о кормопроизводстве и кормлении достигла значительных высот. Если вспомнить, какой продуктивностью обладали предки наших современных сельскохозяйственных животных, то по продуктивности современные животные превосходят в десятки раз своих родоначальников. Так, например, родоначальницы крупного рогатого скота производили за год всего 700-800 килограммов молока. Что хватало только на то, чтобы выкормить теленку. Современные породы коров и рекордистки дают 30 и более тысяч килограммов молока. Родоначальники или предки кур за сезон давали 20-30 яиц. Современная курица несушка в год несет до 320 яиц. Ну, более конкретно влияние к кормлению можно видеть, познать только в сравнении. Сейчас перед вами рисунок, где находятся два бычка. Все они одного возраста, им по два года, но один из них находился в хороших условиях кормления, другой плохи. В результате масса первого бычка составила 720 килограммов, второго – 250. То есть, мы отсюда видим, что условия кормления существенно влияют на мясные качества животных. Также мы можем увидеть и то, что мы можем кормить животных одинаковыми кормами, но в одном случае неполноценными, то это также сказывается на рост и развитие животных. Вот перед вами два поросенка из одного помета, одного пола. Ну, вы видите, как выглядит поросенок под буковкой «Б» и как выглядит поросенок на картинке под буковкой «А». Таким образом, все это указывает на то, что разводимые животные должны получать высококачественные корма и в необходимом количестве. Поэтому наша основная задача зоинженера заключается в том, чтобы заготовить высококачественные корма и в необходимом количестве. Итак, например, коровье живой массы 500 килограммов и удоим 5000 килограммов, нам требуется 16 центров сена, 15 центров сеножа, 30 центров корни клубни силоса, 25 центров корни клубни плодов, 40 центров зеленой массы и концентратом 20 центров. То есть, если мы посмотрим, то корова съедает корму в 30 раз больше своей массы. Что же такое корм? И почему мы так заботимся о заготовке корма? Корма – это продукты растительного, животного, микробиального, химического, неорганического происхождения, содержащие в себе питательные вещества в усвояемой форме и не оказывающие вредного воздействия на здоровье животных и качество получаемой от них продукции. Вы, наверное, пробовали молоко коровы, которая поела полы. В настоящее время сложилась следующая классификация кормов. Вы видите из схемы, что все корма в настоящее время принято делить на синтетические корма, то есть полученные синтетическим путем, либо химическим, либо микробиологическим способом. Но большую группу занимает корма естественного происхождения. Это корма растительного и животного происхождения. Растительные корма, в свою очередь, подразделяются на объемистые. Объемистые корма включают в себя грубые корма, водянистые корма, влажные корма и сочные корма. И концентрированные корма. Они подразделяются на углеводистые и протеиновые. Чем отличаются объемистые корма от концентрированных? Только тем, что их масса занимает большой объем. Мы можем взять килограмм соломы и взять килограмм концентратов, то объем соломы будет гораздо больше, чем концентрированных кормов. И эту особенность мы учитываем при составлении рационов для сельскохозяйственных животных. Если обратиться в прошлое, то до 19 века считалось, что все корма одинаковые. По химическому составу и питательности. Что же понимается под питательностью кормов? Под питательностью кормов понимается их способность удовлетворять физиологические потребности животных, питательных веществах и энергии. Согласно современной схеме зотехнического анализа кормов, корма состоят из воды и сухого вещества. Для зоинженеров особое значение имеют сухие вещества, поскольку в этом количестве сухих веществах содержатся все необходимые для животного питательные вещества, и в этих же веществах содержится энергия. Сухие вещества в себя включают три группы. БАК или биологически активные вещества, которые представлены у нас витаминами, ферментами, гормонами. Азотосодержащими веществами, которые представлены белком и амидом. Безазотистые вещества, которые представлены жирами и углеводами. Эти вещества являются источниками энергии для животных, а также строительным материалом для них. Особая роль принадлежит клетчатке. Без клетчатки не может жить ни один организм. В то же время избыточное содержание клетчатки отрицательно сказывается на усвоении питательных веществ. И особое отношение в сухом веществе относится к минеральным веществам. То есть минеральные вещества подразделяются на массоэлементы, то есть их содержание в кормах значительное, и микроэлементы. Их содержание в кормах небольшое, но они имеют большое значение для жизни животных. Все вы прекрасно знаете, что продукты имеют такую особенность, как портница. Поэтому наши бабушки и родители примятся заготовить продукты питания в кормах. Тоже тем же самым занимаются и зоинженерами. В настоящее время сложилось несколько методов консервирования кормов. Это сушка, селосование и сенажирование. Сущность сушки заключается в том, что из растения под воздействием солнечных лучей и ветра испаряется. Вода до тех пор, когда эта вода больше из растения не выделяется. Такое содержание воды, а именно от 10 до 17 процентов, в кормах и позволяет сохранять их длительное время. На таких кормах не могут развиваться ни одни микроорганизмы, которые участвуют в порции продуктов и кормах. Следующий процесс, метод консервирования, это селосование. Сущность его заключается в том, что вы знаете, что на растениях содержится большое количество различных микроорганизмов. В том числе и полезных или нужных нас микроорганизмов. Это молочнокислые бактерии, которые, используя углеводы, а именно сахар, расщепляют его до органических кислот, а именно до молочной и уксусной кислоты. При этом концентрация органических кислот возрастает и достигает такого уровня, когда в такой среде не могут жить ни другие микроорганизмы, в том числе погибают и молочнокислые бактерии. Следующий метод консервирования, это синажирование. Сущность его заключается в том, что в основу положено сохранение продукта, положено физиологическое сухость растений. Как это понимать? Ну, вы, наверное, каждый из вас мыл когда-то посуду или пол. Выжимая, значит, тряпку, вы видите, что вода вытекает из этой тряпки, но, конечно, в итоге наступает такой момент, когда вода из тряпки не вытекает. Хотя тряпка влажная. Такого же состояния достигает и растение. Отдавая воду при высушивании, они доходят, влажность доходит до такого состояния, что клетке уже не выгодно, или она не отдает воду тем микроорганизмам, которые находятся на растении. Более сильной сосудской силой характеризуются гневостные бактерии, но они живут только при наличии кислорода, то есть в аэробных условиях. Мы же создаем анаэробные условия, о чем мы с вами посмотрим, когда будем рассматривать технологию заготовки кормов. Важным фактором при заготовке кормов является знание, в какую фазу убирать корма, когда в корме содержится максимальное количество питательных веществ. Вы видите, что в агловой траве наибольшее количество питательных веществ содержит фазу ботанизации или начала печенья. В злаховой же траве максимальное количество питательных веществ содержит фазу выхода в трубку и калашения. Именно в этот период и происходит заготовка кормов. Как же влияет или изменяется качество корма при заготовке? Например, при скармливании одной тонны хорошего лугового сена в коробе, в виде зеленого корма от нее можно получить 333 кг молока, в виде сенажа 262 кг, сила же 242 кг. Сена, полученного методом активного вентилирования, 190 и 80 кг, если сена будет получена обыкновенным способом. Мы называем дедовским или полевым методом. Как же изменяется потребность концентрированных корма в зависимости от качества объемистых кормов? Например, для того, чтобы получить от коровы 20 кг молока, при кормлении ее сеном первого класса, мы должны давать на каждый литр молока по 270 г. Если же качество сена хуже и относится к второму классу, то уже 365 кг. При скармливании или при кормлении коров сеном третьего класса, мы видим, что требуется почти в два раза концентрированных кормов. Так. Современные корма заготавливаются по сложившимся и отработанным технологиям. Что понимается по технологии? Технологии – это совокупность научно обоснованных, последовательных мероприятий и приемов, обеспечивающих получение какого-то вида сырья или продукта высокого качества. В нашем институте уделяется большое внимание обучению студентов теоретическим и практическим вопросам по прогрессивным технологиям заготовки кормов и практическим вопросам. Сейчас вы видите перед вами конференцию студентов ветеринарного факультета, которые просматривают прогрессивные технологии кормов. Большое внимание уделяется и практическим навыкам студентов. Студенты выезжают в хозяйство, проводят учет кормов. Вот перед вами группа студентов, которая занимается обмером шкирды. В данный момент они определяют киритит шкирды. Вот здесь они измеряют длину шкирды. И затем определяют объем и по соответствующей формуле определяют, сколько сенок находится в данной шкирды. Вот студенты проводят анализ кормов. Или этот анализ называется органолептический. Мы с вами можем уже при помощи своих органов чувств определить, можем мы скармливать этот корм животным или нет. Более сложный анализ кормов проводится в лабораториях. Мы посмотрим в видеороликах. У нас тоже студенты занимаются определением качества кормов в лаборатории. Вот перед вами группа студентов, которые определяют наличие микроэлементов в кормах. Значит, большую роль в организации кормления играет знание о строении желудочно-кишечного тракта разводимых животных. Мы с вами знаем, что строение желудочно-кишечного тракта у сельскохозяйственных животных не одинаково. Например, вот перед вами схема желудочно-кишечного тракта моногастричных животных, к которым относится и свинья. Здесь же показана схема желудочно-кишечного тракта крупного рогатого жвачного животных. Как видите, что последние две трети желудочно-кишечного тракта практически одинаковые. Различается только первая треть в желудочно-кишечном тракте. В первом случае животные являются моногастричными. А это значит, что здесь в процессе пищеварения участвует только один органин, сам хозяин. У жвачных животных строение желудка более сложное. Она состоит из четырех отделов. Это рубца, сед и книжки, и сычуга. И поэтому большая роль переваривания пищи принадлежит микроорганизму, населяющему рубец. Такие животные способны потреблять в больших количествах растительную пищу. Что необходимо, естественно, учитывать при организации кормления животных. Для каждого животного составляется рацион. Рацион в переводе с греческого языка означает суточный поем. Или это набор и количество кормов, которые удовлетворяют потребности животных, питательных веществах и энергии в соответствии с нормой. В настоящий период времени представлен рацион, составленный студентами для дойных коров, первую фазу лактации. Как вы видите, он представляет собой ассортимент кормов и их количество. И это количество удовлетворяет потребности дойных коров в соответствии с нормой. В настоящее время разработаны для всех видов и полувосросных животных нормы кормления. Что же такое норма? Норма это такое количество питательных веществ и энергии, которое обеспечивает здоровье животных, их воспроизводительную функцию и заданный уровень продуктивности. Вот вы можете посмотреть нормативные справочники по нормам кормления сельскохозяйственных животных. Также мы сейчас можем увидеть фразмин норм кормления. Например, вот нормы кормления для коров живой массы 600 кг, суточным удовем 30 кг и жирностью молока 3,8-4%. Как видите, контроль за полноценностью кормления ведется по 30 с лишним показателям. То есть это довольно-таки научно обоснованное кормление. Вот студенты при помощи компьютерных программ составляют рационы. Для того, чтобы составленные рационы довести до животных, используются различные кормоприготовительные и кормораздачная техника. Перед вами мини-комбикормовый завод, который смешивает различные зерновые корма в таком соотношении, чтобы обеспечить животных всеми необходимыми питательными веществами. В настоящий период установлено, что скармливание зерносмеси повышает продуктивность животных на 15-20% по сравнению с тем, если скармливать эти корма раздельно. Вот это стационарный, это подвижный или мобильный комбикормовый завод, который используется в приготовлении комбикормов для птицы. Также он может использоваться для крупного рогатого скота. Как же осуществляется кормление коров? Перед вами корова, черно-пестрые породы. Вы видите, на ошейнике у нее находится микрочип, с помощью которого она получает все необходимые корма. А получает она эти корма или концентрированные корма не так себе, а за то молоко, которое и так. Значит, в процессе доения удой от каждой коровы фиксируется, и все данные заносятся в центральный компьютер. Центральный компьютер подводит итоги и определяет, сколько корове дать концентрированных кормов. Значит, вся эта кормовая цепочка технологий замкнута между собой и находится, значит, под электронным наблюдением. Вот бункер для хранения кормов. Зашла корова в кормовую станцию, здесь чип, она проходит через специальный, значит, этот, и чип, и специальное оборудование определяет, есть ли у коровы еще концентрированные корма. Если есть, то коровы получают их, если их нет, то корова остается без концентрированных кормов. Вот предоставлен состав кормосмеси для дойных коров. Вы можете посмотреть, как, видно в видеороликах, как эта кормосмесь готовится. Вот, собственно, что я хотел сказать по поводу, значит, презентации. Теперь мы с вами посмотрим видеоролики заготовки основных видов кормов, которые применяются у нас в хозяйстве. Значит, сейчас перед вами видеоролик заготовки сена. В настоящее время выделяет два типа сена. Это сена, это сено естественных угодий, то есть, как в данном случае, это сено произрастает без воздействия человека, но в то же время по своему качеству сено руловое или естественных угодий может быть прекрасным кормом в зимний период времени. Процесс заготовки и сено посевное, то есть, то сено, которое возделывает человек. Сейчас мы с вами видим процесс скашивания корма. Сейчас подойдет, значит, сенокосилка. Вы увидите, что скашивание кормов производится при помощи дисков. Скашиваемая трава укладывается в волки и происходит высушивание сена. Через определенный промежуток времени, после того, как сено подсохнет, на поле выезжает другой агрегат. Сейчас мы его увидим. Это выросшитель волкообразователь. Значит, при помощи данного агрегата сено всушивается для того, в результате происходит лучшее и более быстрое высушивание сена. Сейчас мы увидим его работу, действие. Вот видите, оно вкушивает. Значит, после того, как сено достигнет достаточной влажности, выпускают рулоны-подборщик или пресс-подборщик. Вот он уже набрал, значит, рулон. Каждый такой рулон весит где-то 250-400 килограммов, в зависимости от вида сена. После того, как подбор волков в рулоны закончится, при помощи, значит, специальных тележек эти рулоны переводятся на кормовой двор, где укладываются в стога. Вы сейчас можете посмотреть, как это делается практически. Весь процессы, убожки сена, в настоящее время, метанализированы. Ну и тут сейчас появится трактор, который будет следить за тем, чтобы эта вся эта штучка не распалась. Вот он подъезжает. Конечно, надо иметь высокий класс вождения, чтобы точно подъехать. И вот таким образом выгружаетесь. Не надо стопом летателя. Не надо лил, не надо студентов. Да, не надо студентов, это правда. Сейчас он, значит, освободится от этого уроза. Вот как раз трактор, который... Тележка, который не дает данному этого уроза упасть. Тележка складывается в транспортное положение и вновь может двигаться за полем. Вторым не менее важным формам, а может быть и важным, это является заготовкой силоса. Сочная корма или сила кормления злачных животных может достигать до 60% от всего рационно-потребляемого корового. Также силос называют еще молокогонным кормом. Ну, что такое силос? Силос это консервированный корм, приготовленный из зеленой массы, влажностью. 65-75% и сохраненных в анаэробных условиях, о которых мы с вами говорили в начале лекции. Вот при помощи силосного комбайна происходит скашивание и измельчение зеленой массы, и погрузка его в транспортные средства. Вы видите, что тележки здесь для силоса, тракторные тележки для силоса довольно-таки мощные, и в них помещается от 8 до 15 тонн. Есть тележки, которые вмещают в себя сразу 20 тонн. Ну, и вы обратили внимание, что урожайность кукурузы здесь высокая, поскольку за кукурузой почти скрывается кукурузный комбайн. Когда мы были школьниками, мы были или разравнивали вот эту силосную массу при помощи лев. Сейчас такого уже нет. Сейчас, как только загрузится транспортное средство, оно поведет скошенную массу в силосохранилище. Скорость движения похожа на комбайн-трактор до 15-20 километров. Скорость, да? Очень быстро, довольно быстрее ехать. Вот импортная техника, она очень... Жан-тир в 25-ти работают. Техника жан-тир. Забрал. Ну, у нас наиболее широко используется заготовка силоса в траншеях. На западе применяется курганный метод заготовки силоса. У нас он не нашел широкого применения. Хотя в последние годы этот метод стал также использоваться при заготовке силоса. Но здесь есть одна тонкость. Необходимо убирать силос вот именно только в восковой спелости. А у нас заготовливают силосы иногда целый месяц. Хотя по технологии нужно всего 2-4 дня. Ну, и естественно, о качестве такого силоса говорить не приходится. Вот транспортное средство загружено и идет, значит... Причем здесь все рассчитано таким образом, что комбайн практически не проставил. Постоянно в работе. Причем весь этот процесс протекает и днем, и ночью. То есть на круглые шутки, но на ночь техника не останавливается. У нас я видел только в одном хозяйстве так работали. Это истокар полоса Рактарского района, где действительно был заготовлен силос. Такое качество, о котором, в общем-то, нормально за техникой мечтали. Вот видите, мощное время работает. Ну, и здесь приводится немножко технология закладки силоса полиэтиленовые рукава. Значит, здесь специальный агрегат. Вот он перед вами. Засыпается силос. В этот агрегат при помощи транспортной тележки. И таким образом заполняется рукава. Следует отметить, что плотка силоса практически такая же, как и в траншеях. В одном публическом метре. Здесь находится от 6 до 7 центнеров силоса. Это технология заготовки синоза в траншеях. Вы видите, масса скасывается, подвяливается до влажности 45-50%. Сгребается в волки, если она не лежала, была сделана ростокью. То, значит, также измельчается, погружается в транспортные средства и ведется месту сплотирования. Процесс также идет круглосуточно. Для того, чтобы получить высококачественный корм, необходимо работать. И у нас, по-моему, даже в народе есть такая поговорка. День год кормят. Вот она как раз и к ней. Вот показана заготовка еще. Нет, это показывает прекрасно, я думал, другой корм показывает. Это вот показывает заготовку синоза в ночное время. То есть все это делается уже с использованием фар. И вот я говорил вам о курганах. Как видите, здесь траншей нету, а корм насыпается в виде кургана, трамбуется. Трамбовка производится для того, чтобы создать анаэробные условия. И затем, значит, после того, как курган будет засыпан, он сверху накрывается плеткой для того, чтобы предотвратить доступ к воздуху. Это одна из технологий заготовки синоза. Есть и другая технология заготовки синоза. Это заготовка синоза в руганах. Вот здесь показано, значит, разравнивание и трамбовка синоза. Это так называемая пермская технология, где производится, значит, заготовка кормов из синоза в руганах. Сейчас мы с вами эту технологию посмотрим. Ученые наши, Всероссийского научно-исследовательского института проводили исследования по тому, какой метод заготовки синоза лучше. В рулонах, в полиэтиленовых рулонах или же в траншеях. Ну, вы знаете, что климат у нас несколько иной по сравнению с Италией, поэтому лучше оказался нашим методом закладки синоза в траншеях. Вот сейчас вы увидите, как это делается, или технологию закладки синоза в полиэтиленовых руганах. Так же ведется скасывание. Производится выращение и подсушивание до такой же влажности 45-50%. То есть, вы видите, данная технология несколько схожа с технологией заготовки синоза. Но там влажность гораздо ниже 17%, а здесь до влажности 45%. И в отличие от заготовки синоза, синоза происходит меньше потерь, потому что листочки маленькие, а стебель тоньше. Высыхание происходит быстрее листочков, и когда начинает вот такой вот ворошилкой обрабатывать траву, происходят большие потери. Из-за того, что пересыхают листья. А в листьях содержится самое наибольшее количество питательных веществ по сравнению со стеблем. Продолжение следует... Давайте мы сейчас, наверное, еще в рулонах карнаж посмотрим, заготовку карнажа. Вот заготовка карнажа. Карнаж – это измельченная земно-ржевая масса. То есть, в данном случае убираются только початки курорки. Значит, при помощи специального комбайна зерно обмолачивается. Или отделяются початки. Ну, в данном случае мы видим, что початки полностью обмолачиваются, получается только зерно. Зерно пропускается через дробилку. Вот перед вами измельченная масса. Вот что представляет собой карнаж. И он, значит, может закладываться также в полиэтиленовые рукава. Или в башню. Вот перед вами, значит, вот показано, как пасим. Закладывается карнаж. Вот перед вами лаборатории, которые существуют по анализу кормов. Современные. Они способны определять все. И химический состав, наличие различных ядов, макро- и микроэлементов. И на наличие радиоактивных металлов. Вот перед вами кормораздатчик, смеситель. Это, эти кормораздатчики выпускаются у нас. Используются в наших хозяйствах. Вот эти наши коробники. Значит, он снискал сроку любовь к нашим зоотехникам. Почему? Потому что эта мобильная техника позволяет смешивать корма различного вида и получать такую кормосмесь, которая значительно увеличивает молочную продуктивность. Кроме того, использование кормосмехи способствует лучшему усвоению питательных веществ. Было доказано, что меньшее заболевание у животных и потери меньшее. И поедаемость лучше. Вот сейчас показывается процесс смешивания кормов. Значит, сейчас закладывается сила. Теперь волна светится. Да, 7. Вначале, значит, закладывается концентрированный корма. Сейчас вы увидите. Это может из специальных бункеров закладываться, либо, значит, ковшовым погрузчиком. Вот закладываются корни-кормни-проды. Все это перемешивается и измельчается. Причем, вот вы видите, в грубый корм помещается. Все это может перемешиваться на ходу. И уже через 5-6 минут после последней закладки мы имеем измельченную массу полтора-два сантиметра, где-то в количестве 70% от общей массы корма. Сейчас мы увидим, нам покажут вот эту кормосмесь, что здесь вот так же показывает, сколько какого корма мы даем. То есть мы можем дозировано вводить тот или иной корм. Вот показывается кормосмесь. И вот доярка дает оценку положительную данную кормосмесь. А генетические смеси? Да, да, да. Вот видите, и корову как-то это. Сущность вот этой кормосмесь является то, что она смешивается таким образом, что корову здесь не может выбрать сладкое. Поэтому ей волей-неволей приходится есть все. И хорошее, и плохое. И это вот показывается, как регулируется раздача кормом. Значит, кормораздачик может, значит, и высокие кормушки давать корм. Кроме того, сейчас мы увидим, регулируется раздача корма, сколько килограммов дается на один полгольный метр. То есть все здесь, процесс кормления регулирует. Что очень важно для зоинженера. То есть у него все находится под контролем. Ну и вот показывается, как осуществляется кормление свиней. Ну, технология даже очень сложная. Целая система кормоприготовительной техники. В данном случае корма раздаются влажные. Кормление свиней в основном производится камнекармами. То есть специально приготовленными кормосмесями. Расплавляется водой. И эта кормосмесь влажная поступает свиньям. Вот по этим трубам, он показывает, происходит смеситель попадает. И вы видите, что существенную разницу между кормлением, значит, или кормами животных с однокамерным желудком и многокамерным. Если мы там видели в основном грубые корма, то здесь. Всем этим процессом кормления управляет компьютер. Свиньи также чипированные, и каждый получает только, сколько ему надо. Вот показывает процесс кормления. Таким образом, уважаемые выпускники, вы видели одну из сторон деятельности с друйственной. Мне остается всем вам пожелать успехов в сдаче экзаменов и приходить к нам в учительство. Спасибо большое за очень интересное занятие, Михаил Николаевич. И несколько вопросов возник. Позвольте, в первую очередь, нам уже от себя показали, то были интересные образцы, даже очень интересные образцы техники, причем кадры были как отечественные, так и, видимо, зарубежные. А насколько вообще наша робота, собственно, новая техника, насколько она доступна, и как новое хозяйство и пользуется новыми технологиями? Ну, что я вам хочу сказать. Да, мы не можем говорить о широком использовании импортной технологии, но мне, например, известно, что СПК «Колоц» Сарактарского района использует вся техника, которую мы здесь видим. Значит, потом есть ООО «Алга» Осекиевского района, там тоже такая техника используется. И такие хозяйства. В каждом районе, я думаю, 2-3 найдете. Ну, то есть, это, получается, уже из такой красивой картинки обращается в нашу реальную быту. То есть, в настоящий день уже в нескольких хозяйствах, не в одном каком-то даже, а в таком. Ну, и меня радует еще вот что, что вот эта аналогичная техника и гораздо дешевле производится у нас. А заводом завется? Ростовый нож, да. Ну, вот, знаете, недавно была у нас выставка, вот, где спорткомплекс Оренбургский. Мне, рам, творят, вот, практически, так, да, рано, чем не отличать, были представители с набережных церков. Там производят. Где раньше проводили команды, производили и производили команды. Так что, это вот меня радует. Вопрос до следующего плана возникает из первого. С новой сложной техник, которая, в том числе, управляется компьютерами, нужны соответствующие люди. Способны ли наши главные вузы, эти специалисты, обучать и пускать на просторе нашей Оренбургской области? Да, для тех, кто нас сейчас смотрит, кто все время вступает, они понимали, в какой день они вступают. Я просто хочу сказать, если бы это было невозможно, то не было бы нашего уровня. Хорошо, спасибо. Поэтому заебу сейчас приходите. Еще напомню, что 26 марта в 11 часов дня в огромной сети нет дверей. Поэтому, если у кого-то возникает вопрос, желание посмотреть к шкале и собручать, что происходит, соприкоснуться с этим потрогать и так далее, приходите, приезжайте, мы будем сюда обратно. И вопрос уже от самих школьников поступает. Антон спрашивает, что, видимо, для личного скота деревья, техника проще, чем вы показываете, но это, наверное, очевидно. И вот задает какой-нибудь результат. Коровы боятся свеклу и рыбы кормят для удовольств. Так ли это? Ну, что я вам хочу сказать. Коровы, например, даже и есть не будут эту рыбу. Потому что это специфичное животное, травоядное. Но если мы ее дадим в виде травяной рыбной муки в составе капликона, то она съест. Но сейчас, кстати, молодому человеку я хочу сказать то, что молочный скот запретили кормить кормами животного происхождения. В связи с тем, что, если вы помните, несколько лет назад в Западной Европе возникло коровое бешенство. И как раз причиной послужили большой ввод кормов к животному происхождению. И вот селон был. Хорошо, спасибо. И вопрос такого плана. А комикорма для подводных хозяйств, для КФК покупать можно только на крупных комикормных заводах и без возможности покупать для более мелких? Ну, что я вам хочу сказать, ребята. Здесь, в общем-то, решение все этих вопросов в данный момент решается непосредственно хозяйством. Вы видели мини-комикормовые заводы, которые стоят, по-моему, не более 250-300 тысяч. И все комикорма собственного производства вы можете производить у себя непосредственно. Закупая соответствующие премиксы. То есть, минеральные добавки и витаминные добавки. Сейчас у нас есть в Валентинбурге такое производство, веломикс, которое занимается как раз производством премиксов. Это немецко-российская или российско-немецкая, я все-таки рачьянин, производство... Ну, на базе немецкой. Да, на немецкой базе. Но я думаю, что у нас тоже есть ясные головы, и скоро это будет... Будет, наверное, в том числе и у нас. Хорошо, спасибо большое, что ответы. Время подходит к концу, хотя у нас еще некоторые вопросы остановались. Ну, вот Михаил спрашивает, разделаны съемки Валентинбургской области или нет? Я понимаю, что часть съемок Валентинбургской области, а часть, видимо, нет сделаны. Да вот. Съемки видеофильма. Нет, значит, часть съемок взяты, конечно, из интернета. Есть такой раздел в YouTube. Хорошо. Я думаю, что учитывая, что, как уже ответил Костя Николаевич, что в том числе в Валентинбургской области, как некоторое количество, есть полный ассортимент техник, который был показан на этих кадрах. И то, что это не имеет принципиального значения, где это было сделано. Главное, что это есть в нашем области. И точно такую же карциную вы можете увидеть, если все эти машины проедете несколько десяток километров до необходимого инновационного хозяйства. Поэтому, Михаил, не удивляйтесь. Вот даже. Это Костя Николаевич, город Сарактарского района. От нас, Адеринбурга, 80 километров. Там вы увидите все чудо. Спасибо большое за ответы, за ответственное занятие. В районном школьнике, если вебинар, мы вас ждем в нашем эфире в четверг, также в 2 часа дня, затронем уже следующую тему. Еще спасибо и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok